Госдума России в третьем чтении приняла поправки в закон о выборах. Они сделают процедуру голосования доступнее для миллионов жителей страны. Документ отменяет открепительное удостоверение и дает гражданам право голосовать не по месту прописки, а по месту фактического проживания. С большой пресс-конференцией избиркома республики Анастасия Тюрмина. Возможности голосовать на выборах по подсчетам избиркома региона раньше были лишены примерно 65 тысяч жителей Коми. Они просто не могли в назначенный день находиться на своих избирательных участках. Это те, кто зарегистрированы в регионе, а проживают в другом месте. Таким гражданам предлагали взять открепительное удостоверение или проголосовать досрочно. Но оба варианта требовали приехать по месту прописки. Для тех, кто обосновался в другом регионе, путь не близкий. Теперь, для того, чтобы получить возможность проголосовать, ну давайте будем говорить на выборах президента, на выборах президента Российской Федерации, гражданин, который является избирателем на территории республики Коми, то есть включен в список избирателей на территории республики Коми, проживая за ее пределами, получает право прийти в территориальную избирательную комиссию по месту его нахождения фактического и написать заявление, что я такой-то, такой-то зарегистрированный по месту жительства на территории республики Коми заявляю о том, что на выборах президента Российской Федерации буду голосовать, например, в поселке Солнечный Краснодарского края. Это заявление обрабатывается, вот как раз об этом сейчас говорили в ЦИКе, вносится в государственно автоматизированную систему выборов и по каналам связи приходит к нам республика Коми. Здесь мы распечатываем соответствующий реестр, передаем его в комиссию и осуществляем исключение этого избирателя из списка избирателей на избирательном участке, где он был по месту жительства. Написать такое заявление необходимо максимум за 45, минимум за 5 дней до выборов. Кстати, этим правом смогут воспользоваться и те, кто в день голосования будет отсутствовать по причине командировки, например. Чтобы избежать злоупотреблений, каждое заявление пройдет жесткий контроль. Количество избирательных участков, которые обеспечат возможность проголосовать таким образом, будет ограничено. А все данные любой избиратель сможет найти на сайте ЦИКа и уже без регистрации. Ожидается, что новшество увеличит явку избирателей на 10%. Поправки в законе касаются и избирателей-инвалидов. Теперь будут представляться сведения, вот как здесь написано. Об инвалидах, используя кресла-коляски, собак-проводников, по группам инвалидов и следующим видам стойких расстройств в функциях организма. Зрения слепые, слабовидящие, слуха глухие, опорно-двигательного аппарата, лица, имеющие значительно выраженное нарушение функций верхних конечностей или нижних конечностей. То есть конкретно та категория инвалидов, которая объективно либо не может прибыть в помещение для голосования и осуществить волеизъявления, либо нуждается в том, чтобы к ним прибыли представители участковой избирательной комиссии и обеспечивали их реализацию права в рамках голосования вне помещения для голосования. Это впервые у нас появляется. К сожалению, пока точного регистра и точных сведений о таких категориях инвалидов нет ни у кого. То есть этот регистр будет только формироваться, составляться и так далее. Ну, то есть вот как раз у нас есть время до выборов президента Российской Федерации для того, чтобы опять же его опробировать. Еще одно нововведение – увеличение числа избирательных участков. Правда, нашего региона оно пока не коснется. Нет дополнительных помещений для голосования. Изменится и работа наблюдателей. Теперь они не будут привязаны к участкам. Ожидается, что все поправки президент утвердит в начале июня. Система будет протестирована в 20 регионах, где в сентябре этого года пройдут выборы губернаторов или депутатов законодательных собраний. Наш регион в этот список не попал. Так что все новации Коми обкатают во время президентских выборов. Анастасия Тюрина, Павел Люлиан Мин, телеканал Юрго.